Лабутнанцы активно готовятся к празднованию 70-летия Победы. Накануне на площади Владимира Нака прошла первая масштабная репетиция парадного шествия. Его участниками станут более 200 школьников. Почетного права представлять свою школу и класс на торжественном мероприятии удостоены лучшие ученики. О том, как справляются ребята с возложенной на них ответственностью, в материале Светлана Кейль. Репетиция затянулась на несколько часов. Под музыкальное сопровождение колонны прошли несколько раз. Пристальный взгляд командующего видит все недостатки. Под четким контролем главнокомандующего кадетского движения Игоря Локтева ребята с троем прошли по улице Школьной, отчеканивая каждый шаг и совершенствуя все движения к предстоящему параду. Маршировали все вместе, чтобы в ногу было повороты, дистанцию интервал набирали. 29 мая будет возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Вот что бы ты у них спросил, что бы ты им пожелал? Ну, я бы хотел узнать, как там было в общем на войне. А что бы пожелал? Больше жить, здоровья, счастья. Генеральная репетиция, по сути, тот же парад. Разница лишь в том, что сейчас зрители пару десятков случайных прохожих. А в День Победы это шествие будет видеть весь город. Роману Хайкову и его товарищам по секции мотокросса выпала честь вести за собой всю колонну. Спортсмены признались к предстоящему параду. Подготовка у них началась задолго до генеральной репетиции. Сцепление натянули сильнее. Обычно мы в мотокроссе так его не натягиваем. Потому что мы едем очень медленно. И люди очень медленно идут. У нас мотоциклы закипают от этого. То есть нам, понимаете, ну есть мелочи свои там. То есть, насколько понимаю, готовили сами, готовили к этому технику. Да, да, и технику, и форму. Все, видите, какие пестрые флаги нацепили. Видите, специальные приспособления, держатели флагов. Ну все, я поехал, а то вам ждут. Спасибо. 9 мая более 300 лабытнанских мальчишек и девчонок станут участниками Всероссийской патриотической акции. С цветами в руках, а также портретами своих дедов и прадедов школьники пройдут по главным улицам города. Стоит отметить, что в этом году бессмертный полк пополнился несколькими десятками новых героев войны. В этом году мы напечатали, вот издали еще дополнительно 75 портретов. То есть довольно-таки много. Мы не думали, что наберем такое количество. Есть они, поднимают архивы, исторические факты, вот приносят и сведения о ветеранах. Достаточно активно. Для школьника Дмитрия Старостина участие в акции «Бессмертный полк» – дело чести. Его семью, так же, как и миллионы других советских семей, война не обошла стороной. В школьном проекте «Мой прадедушка» Дима подробно рассказал о героических подвигах своих предков. Рассказывал о своих прабабушках, прадедушках, как они воевали, про бабушку, как она доктором была. Дедушка был командиром 23-й гвардией, капитаном Катюши. Второй дедушка был водителем грузовика, он перевозил нефть. Для Дмитрия Старостина, так же, как и для этих ребят, участие в праздничном шествии – великая честь. На юбилей пообеды они хотят лично поблагодарить ветеранов Великой Отечественной за светлое будущее и мирное небо над головой. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное»